С сегодняшнего дня Владимир Путин больше не президент Российской Федерации. Теперь он официально узурпатор. Человек, который захватил власть в стране и не имеет легального и легитимного права ею руководить. С одной стороны пустая формальность, с другой стороны на самом деле обстоятельство, которое может изменить многое. Понятно, что сейчас и вам, и многим другим Путин кажется вечным. Но все вечное всегда заканчивается. Более того, иногда это происходит совершенно внезапно. Сегодня разберем с вами, почему Владимир Путин больше не президент, если руководствоваться российской же конституцией. Почему это понимает все больше людей, почему на это обращают внимание западные политики и как это повлияет на Владимира Путина. Почему соблазна ударить его табакеркой или просто арестовать у его окружения становится все больше. Итак, Владимир Путин, который сегодня провел собственную липовую инаугурацию, больше не может являться президентом России и не может таковым считаться. Об этом написано в основном российском правовом документе. Это Конституция Российской Федерации. Да, Владимир Путин пытался ее перекроить, но не сделал главного. Он не изменил ту статью, которая запрещает ему теперь быть президентом. Глава 4, статья 81, пункт 3 Российской Конституции четко говорит. Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Когда-то это подряд попило немало крови, потому что многие говорили, что по духу Конституции имеется в виду, что человек не может занимать более двух сроков вообще пост президента Российской Федерации. Однако юридически доказать это не представлялось возможным. Тут же все написано черным по белому. Больше двух сроков подряд нельзя. Владимир Путин идет на третий срок подряд. Это противоречит основному закону, причем Конституция является законом прямого действия. Никакие уточнения, никакие дополнительные разъяснения не нужны. Как оно написано в Конституции, так оно и должно соблюдаться в реальности. И неважно, какой прикормленный судья какого суда сказал обратное. Неважно, какой финн провернул Путин с поправками Конституции, которые якобы обновляют его сроки. Это все не является легальным и легитимным. С сегодняшнего дня Владимир Путин является узурпатором власти в России. Но что это значит практически? Ведь, конечно, можно писать это, как помните, во Вконтакте писали «Я объявляю эту страницу там такой-то, вы не имеете права собирать мои данные» и так далее. Или, например, граждане СССР, так называемые, которые говорят, что Советский Союз до сих пор не распался, потому что какая-то бумажка не была правильно подписана. Поэтому, Майкл, можете задаться его вопросом, неужели ты тоже присоединился к этому кругу людей, который будет бегать и кричать, что все, Путин теперь нелегитимен и ничего. Нет, я адекватный человек, адекватно воспринимаю реальность, по крайней мере, хочу на это надеяться. Поэтому я понимаю, что автоматически довольно простое соображение, что пребывание на посту президента Владимира Путина нарушает российскую конституцию, а следовательно президентом он не является, оно важно не само по себе. Понятно, что Владимир Путин сейчас обладает всей полнотой власти в России. Он руководит абсолютно всеми ветвями власти, он руководит судами, он руководит медиа, он руководит армией, он руководит силовыми службами и ФСБ. Более того, для меня, например, Владимир Путин не являлся легитимным президентом и до этого я считаю, что почти все выборы, в которых принимал участие Владимир Путин, если не все, были сфальсифицированы в его пользу. Более того, выборы эти не проходили как выборы, это было исключительно голосованием, потому что еще до фальсификации непосредственно на выборах, Владимир Путин устранял своих конкурентов, иногда физически, иногда с помощью судебных тяжб и арестов. Именно поэтому для меня Владимир Путин не являлся легальным и легитимным президентом когда-либо. Более того, за Владимира Путина я ни разу не голосовал в своей жизни, поэтому Владимир Путин не являлся моим президентом когда-либо. Но это все рассуждения, которые требуют доказательств. Например, можно попробовать в будущем провести судебные процессы, провести все аргументы и доводы, которых очень много, о том, что российская власть искусственно сажала своих оппонентов и более того, не проводила настоящие выборы, ограничиваясь лишь голосованием. И его это голосование тоже фальсифицировало. Я помню одну интересную судебную тяжбу, когда один человек в России попробовал доказать, что его голос украли, и тем самым признав выборы недействительными. Однако в суде ему сказали, что поскольку голосование анонимное, то он не сможет доказать, что украли именно его голос, а значит его личные избирательные права не нарушены. По крайней мере доказать этого невозможно, поскольку голоса анонимны. И в этом смысле очень важны юридические процедуры, потому что вряд ли кто будет рисковать своей жизнью, когда исход того или иного юридического приближения, того или иного судебного процесса не ясен. Ну, например, являетесь ли вы Михаилом Мишустином и решили, что Владимир Путин на посту президента Российской Федерации вас заколебал, буквально отправляет людей на пушечное мясо, уничтожает российскую экономику, более того, уничтожает соседнюю страну, делая Россию фашистским оккупационным государством. Вас это достало. Вы захотели избавить мир от Владимира Путина, ну или как минимум арестовать его. Ну вот вы думаете, а кого вы арестовываете? Есть международный орден на арест Владимира Путина, это правда, но он там не обвинен, он подозреваемый. Более того, Россия не является частью системы, в рамках которой обязана арестовывать Владимира Путина. По российским законам можно, конечно, приписать Владимиру Путину статью об агрессивной войне, однако это придется доказывать в суде. В общем, на каких основаниях тот же Михаил Мишустин может задержать или убить Владимира Путина? Да, ни на каких. И в этом смысле, ну, риск довольно высокий, потому что разные страны признают Владимира Путина президентом, а собственная страна, ты не видишь легитимных возможностей доказать потом, что твои действия были законны. А садиться Михаил Мишустин не хочет, уж тем более быть застреленным на месте. Но что поменялось сейчас? Теперь не нужны никакие судебные разбирательства. Теперь не нужно никаких уточнений и разъяснений. Есть закон прямого действия Конституции Российской Федерации. При нарушении того, что там описано о президентстве, Владимир Путин автоматически становится узурпатором. И теперь его арест или ликвидация в случае преступления не является чем-то, что может быть наказано. Ну хорошо, может быть не от Мишустина, потому что Мишустин не облечен силовыми какими-то полномочиями. Но при этом любой силовик в России, любой спецслужбист и их начальники имеют полное не то что право, а обязанность немедленно задержать Владимира Путина, как человека, который узурпировал в России власть и угрожает конституционному строю. Еще раз, теперь это юридически обосновано без каких-то дополнительных доказательств. И прямая обязанность всех силовиков теперь это сделать. Сделают ли они это сейчас? Нет, конечно. Безусловно, рычаги влияния остаются у Владимира Путина. Но теперь этот вариант становится более возможным для всех этих людей. И естественно Владимир Путин это понимает. Именно поэтому он пытался сопровождать все происходящее с бустом легитимности. Проводил чистки, отстранял неугодных и вообще всячески пытался показать, что без меня вам каюк. Ему важно теперь убедить окружающих его людей, что он нелегитимен, но необходимым. Однако теперь, когда у них возникнут в этом сомнения, есть прямой вообще путь к действию. То есть избавиться от Владимира Путина. Это ключевое изменение, которое сейчас имеется. Я понимаю, что сегодня представить это невозможно. Как некогда было невозможно представить марш Пригожина на Москву или убийство этого самого Пригожина. Ну или как российская армия покинет Херсон или собственно из Харьковской области будет бежать без оглядки, оставляя большое количество техники. Наш мозг так устроен. Мы не можем вообще полностью вообразить себе и представить те события, которые не похожи на нынешние. Наш мозг консервативен. Он считает, что все будет, как и будет. И в большинстве случаев он прав. Однако случаются довольно внезапные вещи. То Сталин умрет, то Советский Союз развалится. И много чего еще. Гитлер застрелится в конце концов. Поэтому чем меньше барьеров к тому или иному действию, которое может принести результат, на который мы все с вами рассчитываем, тем лучше. И сегодня один из таких барьеров пал. Владимир Путин больше не является легитимным президентом Российской Федерации. На самом деле, именно история, связанная с его окружением и возможности действия этого окружения, является ключевой. Потому что даже если окажется, что все люди вокруг Путина до конца ему лояльны, верят в то, что он их защитит и не так далее, то все равно Владимир Путин каждый день будет думать о том, что теперь любой человек из его окружения имеет дополнительную мотивацию его убрать. И мы знаем, что Путин параноик. И особенно параноик он будет сейчас, когда ФБК смогли пробраться в его дворец. Вы можете посмотреть на канале Алексея Навального видео, потому что фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование про то, как изменился путинский дворец внутри. Стриптиз поменялся на иконы, но суть Владимира Путина не изменилась. Но теперь он знает, что враги повсюду. Но помимо российских граждан, теперь нападение на Владимира Путина персонально, его ликвидация и уничтожение не будет уничтожением руководителя российского государства. Это довольно важная история. Потому что если вы, как, например, Америка, Великобритания, Франция, Германия или Украина, убьете Владимира Путина до 7 мая 2024 года, то вы убьете руководителя России. Вы совершите акт агрессии против России. И не важно, что Россия сама первая напала и так далее. Это не важно. Важно, что чисто формально вы убьете главу государства Российская Федерация. Тем самым, по разным законам, Россия должна будет либо объявить вам войну, либо, не знаю, превратить вас в радиоактивный пепел и еще что-нибудь. По крайней мере, инструкции, люди, которые этим инструкциям соответствуют, могут как раз воспринять это как агрессию по отношению к России и имеют для этого юридические основания. Но теперь, когда Владимир Путин больше не является руководителем российского государства, когда он является узурпатором, такие действия не требуют немедленных, однозначных ответов. Наоборот, если Франция или Великобритания завтра с помощью ракеты, жучка, маячка, не знаю, теплового оружия, наклоняющего усть конкретно неземли, но путинского дворца убьет Владимира Путина, или задержит его, когда он будет лететь куда-нибудь в самолете, это больше не будет нападением на главу российского государства. Это будет нападением на узурпатора российской власти. И не должно вызвать немедленный ответ. Опять же, вы скажете, Майкл, ну ты сам рассказывал, что убить Владимира Путина довольно сложно и проблематично в современном мире, что даже Фидель Кастрон, у которого совершали большое количество покушений, так и не смогли закончить начатое. Это все правда, и это все остается. Все еще в современном мире, особенно когда мы говорим про Владимира Путина, одного из богатейших людей в мире, если не богатейшего, хотя, я думаю, богатейшего, то действительно убить его очень сложно. У него огромное количество охраны, функциональные двойники, ну не те, которые прям зеркальные, как он, а те, которых он там, не знаю, может засунуть в самолет, в машину или еще куда-нибудь. И многое-многое другое. Передовая медицина, передовая разведка, по крайней мере, в отношении него конкретно, я уверен, что Россия в том числе на аутсорс берет возможности других некоторых стран, которые не являются членами западной коалиции, для того, чтобы обеспечивать путинскую безопасность. В любом случае, действительно, убить его довольно сложно. Но раньше это было невозможно из-за возможных последствий, которые за этим могли наступить. Теперь этих последствий не будет, по крайней мере, если договориться с его окружением, или как минимум эти последствия не гарантированы. Поэтому я думаю, что теперь разработок и возможностей по поводу того, что делать с мировой проблемой по фамилии Путин, станет больше. Ничего из того, что я описываю, не гарантировано. И не случится завтра, хотя в теории может. Я лишь говорю про то, что положение Владимира Путина ослабляется. И с точки зрения российских военных, силовиков, западных стран и кого угодно, Владимир Путин потерял юридический статус главы государства. Это делает Владимира Путина слабее. Потому что теперь все держится только на вере в него. Если раньше это был каркас, но тем не менее, он, как там говорили, Путин легалист и все такое, он был обрамлен в некоторые юридические нормы, то теперь этого каркаса нет. И Владимир Путин висит на этой ниточке веры в него. И как только случится что-то, что эту веру подорвет, большой экономический кризис, коллапс на линии фронта, очередная мобилизация, эта ниточка может оборваться. И теперь эта вероятность гораздо выше. Но помимо моих рассуждений, полных wishful thinking, и вообще рисования самых разных сценариев, которые совершенно не факт, что используются, есть и практические вещи. Они не связаны напрямую с нарушением Владимиром Путиным конституции, они связаны с тем, как Владимир Путин проводил последние выборы. 18 апреля во время своей очередной сессии ПАСЕ призвала страны-члены Совета Европы и Евросоюз признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключение гуманитарных контактов и контактов, направленных на стремление к миру. Поскольку резолюции ПАСЕ носят лишь рекомендательный характер, то этот документ не повлек за собой никаких официальных изменений в отношениях стран-членов Совета Европы с Кремлем. Недели позже подобную позицию на уровне ЕС озвучил уже Европарламент. Свою резолюцию он также призвал не признавать результаты президентских выборов России легитимными и ограничить отношения с Путиным вопросами, необходимыми для регионального мира, гуманитарными и правозащитными целями. Европарламент считает прошедшие президентские выборы в России недемократическими и нелегитимными. В результате резолюции, принятой 24 апреля, Европарламент назвал голосование несвободным и несправедливым, а также фарсовым спектаклем ради осоздания видимости избирательной легитимности. Депутаты подчеркнули, что в процедуру провели в том числе на оккупированных территориях Украины. Кроме того, они призвали страны ЕС и все международное сообщество последовать их собственному примеру. Резолюция — это политически важный месседж для институтов Евросоюза. Депутаты Европарламента представляют партии на своих национальных уровнях, а те, в свою очередь, влияют на национальные правительства. Это все взаимосвязано. Однако, эта резолюция Европарламента тоже не является обязательной к исполнению, поэтому прямых последствий не влечет, поскольку внешняя политика ЕС относится к полномочиям Совета ЕС, в котором эти вопросы решают главы 27 государств-членов Евросоюза по принципу единогласия. Ну, это объяснила в комментарии Дочи Уэлли и Анелла-Мария Чаолан, научный сотрудник по вопросам внешней политики, безопасности и обороны Евросоюза из Брюссельского центра европейских исследований Вильфреда Мартенса. Эксперт считает, что, несмотря на то, что резолюция Европарламента на правовом уровне не обязывает объявить Путина нелегитимным президентом, все же она имеет довольно ощутимое символическое и косвенное влияние на внешнюю политику государств-членов ЕС. Поскольку действуют, как рекомендация Совету ЕС, и посылает сигнал европейским правительствам о том, что партии всего политического спектра придерживаются именно такой точки зрения, считая Чаолан. Лишь премьер-министр в Венгрии, надо сказать, Виктор Орбан поспешил поздравить Путина после победы на так называемых выборах. За это он был раскритикован Европарламентом, где посчитали, что Орбан нарушил солидарность ЕС, признав это фиктивное переизбрание. То есть получается, что страны Евросоюза, не поздравляя Владимира Путина, и более того, надстрановые институты на уровне Евросоюза, не считают Владимира Путина легитимным президентом. Что это означает? В практической плоскости, опять же, функционально практически ничего. Даже опасения по поводу того, что после признания Путина нелегитимным с ним нельзя будет общаться, вести переговоры, что-то такое, они являются ничтожными. Потому что по факту никакой процедуры, которая бы описывала, что можно и что нельзя делать с президентом, который признается нелегитимным, не существует. Но это важный посыл и сигнал. С момента, когда Владимир Путин начал полномасштабное вторжение, многие западные страны и их лидеры пытались выйти с ним на контакт. Олф Шольц названивал ему каждую неделю. Эммануэль Макрон говорил, что надо помочь Путину сохранить лицо. Сейчас, в 2024 году, это кажется дикостью. Никто не предлагает Владимиру Путину руку помощи. Никто не предлагает ему общения. Никто не общается с ним. Изоляция, которая была частью европейского и в целом западного давления на Россию, сработала не так, как хотелось бы. Россия не оказалась в полной изоляции. У России есть КНДР, Иран, Китай в том или ином виде, хотя бы во все меньшем. И еще ряд партнеров, которые продолжают с Россией коммуницировать. Однако, действительно, западный мир подверг России, ну, такому, я бы сказал, выборочному игнорированию. Да, есть исключения. Есть Венгрия, например, которая довольно комплементарно высказывается о Путине и вообще выступает в этой войне скорее на стороне Путина. Хотя и согласует выделение Украине 50 миллиардов евро, в том числе на вооружение, но базово, конечно, Орбан скорее является таким полезным идиотом для Владимира Путина и помогает ему. Однако, изоляция России, очевидно, расширяется. Мы видим, что санкций становится все больше. Мы видим, что даже китайские и турецкие банки отказываются от взаимодействия с Россией. Мы видим, что последние действия США серьезно снизили возможность российского бюджета извлекать доход, об этом пишет Блумберг. Да, санкции работают медленнее, чем хотелось бы, не так эффективно, как предполагалось, но постепенно они работают все лучше. И Россия все сложнее закрывает на это глаза. Как сложнее закрывать на это глаза и окружению Владимира Путина? Те люди, которые привыкли нежиться на солнышке на лазурном берегу, или которые привыкли к своим виллам и домам, а иногда и замкам в Европе, с недоумением смотрят на происходящее. Война, начатая Владимиром Путиным, непонятно на кой хрен, продолжается и уносит жизни украинских граждан, уносит жизни российских граждан и уносит активы российской элиты. Лавров больше не может летать отдыхать туда, куда привык. Как не может и в Дерипаска. Им это все не очень нравится. Действительно, людей, которые поддерживают мировоззрение Владимира Путина и его желание компенсировать свои какие-то, как ему кажется, недостатки, то есть реализовать свои комплексы. Это желание разделяет довольно маленькое количество людей вокруг Владимира Путина. Ну, разве что Бортников, Патрушев, наверное, старший, один из Ротенбергов. Пожалуй, все. Остальные как раз хотели бы продолжать вести ту жизнь, которую вели. Наворовывать в России, вывозить это все на Запад, там покупать себе виллы, дома и все что угодно. Но Путин их этого лишил. И более того, каждое следующее действие Владимира Путина все больше снижает вероятность того, что когда-нибудь они вновь смогут прикоснуться к своим дорогим виллам. И это повышает их мотивацию. И теперь она есть с двух сторон. Первое. Избавление мира от проблемы Владимира Путина не будет теперь преследоваться по, в том числе, российскому закону, так как нарушена Конституция. Ну и второе. Запад четко дает понять, что он больше не хочет разговаривать с Владимиром Путиным. Не хочет. Что Владимир Путин теперь прокаженный. Что они поняли, что с агрессором можно говорить только на языке силы. Ну или идут к этому пониманию. Важна динамика. Динамика заключается в том, что западные лидеры все меньше и меньше готовы к какой-либо коммуникации с Владимиром Путиным. Как бы показывая, ребята, место свободно. Мы будем коммуницировать с вами. И это подчеркивается в том числе Украиной и Западом в целом. Что мы готовы коммуницировать с кем угодно. Кто готов будет на реальные переговоры. То есть весь западный мир фактически говорит российским чиновникам, российским министрам, российскими различным любым ветвям, которые могут стать ветвями власти, что, ребята, мы с вами легко поговорим с Путиным, больше не хотим. Таким образом, их мотивация повышается. Более того, Владимир Путин является разыскиваемым потенциальным преступником. Владимир Путин арестован международным уголовным судом. Это значит, что пребудет он в одной из 128, если мне не изменяет память, стран, которые, собственно, подписались под римским статутом, он будет арестован и перевезен в Гагу. Опять же, теперь этот арест не будет арестом главы государства. Это будет арестом узурпатора. Однако, пока, кроме Владимира Путина, из высших должностных лиц международным уголовным судом разыскивается только Львова Белова, помогающая Путину похищать детей. Что это значит? Это значит, что остальные люди вокруг Путина имеют возможность соскочить. И чем дольше они этой возможностью не пользуются, тем выше вероятность того, что у них эта возможность испариться. Что они войдут как раз в тот кластер, с которым нельзя будет вести переговоры, у которого не будет шанса сохранить свою свободу и финансовое состояние. Поэтому, на самом деле, должна быть очень разрозненная, но работающая на единую цель система по собственно избавлению мира от Путина. Первое, это давление на его окружение, дополнительные санкции, дополнительные механизмы, которые должны показать этому окружению, что с Путиным ваша жизнь превратится в ад. А второе, это предложения им альтернативы. Именно поэтому их не вносят там, я не знаю, в списке потенциальных преступников международного уголовного суда, то есть, их не объявляют в розыске и так далее. Им дают возможность, и теперь эта возможность подкрепляется и формальными основаниями, и тем, что западные страны не готовы признавать Путина как человека, с которым хочется коммуницировать. На инаугурацию Владимира Путина прибыли представители Франции, ну, посольские миссии, Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Мальты и Кипра. Там присутствовали на инаугурации Путина. Отправить своего представителя на церемонию планировала и Бельгия, но к утру 7 мая страна отказалась от участия. Ранее же 20 стран Евросоюза публично отказались участвовать в инаугурации Владимира Путина на пятый срок. Почему в этом списке есть Франция? Не выглядит это странно, я это связываю с тем, идея во время Олимпиады во Франции провести такое перемирие. Я не думаю, что из нее что-то получится, но для того, чтобы, видимо, как-то этот разговор вообще поддерживать, вот такой демонстративный отказ от взаимодействия с Путиным точно перекроет возможность для этого обсуждения. Я думаю, что это большая ошибка, потому что, ну, ничего добиться этим обсуждением все равно будет нельзя, но, тем не менее, вот должны мы зафиксировать, что Франция, да, отправила свою представительную на инаугурацию, но, как видите, заметные страны Евросоюза отказались от этого и на инаугурации Владимира Путина их представители не присутствовали. Так зачем там присутствовать, если Владимир Путин нелегитимный президент? Под конец хочу лишь сказать, что Россия сейчас запускает большую кампанию по попытке представить Владимира Зеленского нелегитимным президентом в Украине. Если вы углубитесь в тему, вы увидите, что это такая регулярная история от Z-каналов и они прям пытаются раскачивать это, донося до украинцев, что вот смотрите, у Владимира Зеленского кончились полномочия, но выборы в Украине так и не проведены, поэтому после мая Владимир Зеленский станет нелегитимным президентом, говорят Z-каналы. Однако, пока это у них не очень получается. Операция Майдан-3, как ее окрестили в Кремле, не очень работает. Ну, во-первых, потому что граждане Украины прекрасно понимают, что во время войны невозможно провести выборы. Как будут голосовать люди на территориях оккупированных России? Как будут голосовать люди на прифронтовых территориях? Как будут голосовать солдаты? У России это получилось все довольно легко, потому что выборы не настоящие. Ну, потому что неважно, там, типа, куда добрался или не добрался человек с этой урной для бюллетеня, все равно выборы не настоящие, кандидатов, оппонентов нет, поэтому вообще без разницы можно что угодно рисовать и говорить, что это выборы. В Украине же настоящая демократия, поэтому выборы там требуют действительно того, чтобы война была как минимум поставлена на паузу, иначе как их проводить? Более того, в Конституции Украины отдельно прописано, что во время военного положения выборы не проводятся. Это записано в Украинской Конституции. Поэтому представить Владимира Зеленского российской пропаганде как нелегитимного президента не получается. Ну, особенно, конечно, всех веселит, что об этом говорит российская пропаганда, учитывая, что Владимир Путин по факту не выигрывал ни одни честные выборы. За всю свою жизнь он ни разу не участвовал в политических дебатах. За всю свою жизнь он практически ни разу не имел сильных оппонентов, а когда эти сильные оппоненты могли появиться на выборах, он от них избавлялся различными путями. Алексея Навального, например, на него навесил уголовное дело для того, чтобы тот не мог зарегистрироваться кандидатом в президенты, несмотря на то, что на момент регистрации ЕСПЧ уже признал дело против Алексея Навального незаконным, незаконным. Однако, несмотря на это, когда еще Россия придерживалась международного права и тогда решения международных судов, в том числе ЕСПЧ, должны были бы исполняться независимо от желания российской стороны, но, несмотря на это, Алексея Навального все равно не допустили. Почему? Потому что Владимир Путин не такой сильный президент, каким пытается казаться. Вся эта пропаганда, в том числе у псевдооппозиционных спикеров, которые рассказывали, что, ну да, может быть, Путин набрал бы не столько, но все равно бы набрал большинство, мы уверены. Да, человек в чем-то уверен, лучше его отправить туда, где уверенность ценится. Не знаю, продавать инфокурсы какие-нибудь, еще что-нибудь такое. Потому что Владимир Путин год за годом, выборы за выборами, всячески уничтожал возможность этих выборов. Потому что он знает, что на реальных президентских выборах у него, у Владимира Путина, который, находясь столько лет у власти, не решил ни одну проблему, ни одну проблему, которую заявлял, ни одну проблему, которую обещал решить, сделав все хуже для россиян, сделав для страны все чудовищным, уменьшив ее возможности, уменьшив ее доходы, уменьшив ее безопасность, уменьшив все, что в этой стране было, при этом выкапывая ресурсы, строя себе дворцы и своему окружению, Владимир Путин, конечно, ни на каких свободных и честных выборах одержать победу бы не смог. А как только бы он их проиграл, он бы отправился в тюрьму вместе со своими бесконечными подельниками, которых много. Кстати, тоже интересный момент. Дело в том, что сегодня правительство Российской Федерации ушло в отставку. Многие дали это как громкую новость, но нет, это стандартная процедура. После инаугурации президент, значит, назначает новых, потом их согласует с парламентом и так далее. Но суть в том, что нелегитимный президент не может назначать правительство. Поэтому правительство, которое будет назначено Владимиром Путиным, безусловно, также не будет являться по легитимным. По итогу, с сегодняшнего дня, казалось бы, ничего не изменилось, но изменилось на самом деле все. Владимир Путин теперь является легитимной целью как для зарубежных стран, потому что атака на него не будет атакой на главу государства, так и для своего собственного окружения, потому что его арест или устранение будет устранением узурпатора, официально, а не по чьим-то оценкам, а не устранением главы государства. Произойдет ли это? Хочется надеяться, что да. Гарантий нет. Никаких. Но важно, об этом почаще напоминать, в том числе окружению Владимира Путина или российским солдатам, которые каждый день по приказу Владимира Путина идут и убивают украинцев, при этом неся гигантские потери. У меня нет пиетета к российским солдатам. Мне их не жалко. Если ты взял оружие и пошел на территорию чужой страны убивать, то ты заслуживаешь, на мой взгляд, смерти. Однако, эти солдаты, когда попадают на это поле боя, начинают понимать, куда они ввязались. Начинают понимать, что их отправили не за интересы России и не для защиты Родины, а по прихоти одного стрякашки, засевшего в Кремле. Но теперь знаете, солдаты, что этот стрякашка больше не президент. Если вы пойдете против него, это не революция. Это, наоборот, восстановление законности, государственности и конституционного порядка. А с вами был Майкл Наки и до скорых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин